Здоровья к финансам. Сейчас жаркий сезон отпусков, да еще и наш турист трянулся к турецким берегам. Если цены на путевки его не пугают, то вот вопрос, в чем везти кровно заработанное в путешествии, наличными или на карте, остается открытым. Ответы узнаем у финансового аналитика. Андрей Гребенкин. Андрей, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Вот если мы рассматриваем зарубежную поездку, то есть ли страны, в которые принципиально нужно ехать только с наличкой? Ну, страны действительно, есть такие страны, их достаточно много. Ну, там, конечно, все зависит от кейса, да, то есть там case by case, как говорят, надо рассматривать. То есть очень многое зависит от того, в какую страну турист едет, то есть там ближнее зарубежье, либо дальнее зарубежье. Если это ближнее зарубежье, то там лояльная страна к России, либо не очень лояльная. Если смотреть на вновь пришедшие регионы к стране, вновь присоединившиеся, то там тоже все достаточно непросто. То есть тоже надо смотреть, то есть с наличными ехать, либо с картой. Что касается наличных и, допустим, карты, где мы меньше прогорим? Снимая в пунктах обмена или, допустим, с картой той же самой? Или, может быть, заранее нужно менять валюту в России? Ну, если вы, на самом деле, едете в страну, где вы понимаете, что карта вам не пригодится, конечно, лучше поменять в России по нормальному курсу, ехать уже с наличной валютой. Если говорить о традиционных странах, то, по сути, как бы тут вопрос, что вам меньше станет, где вы меньше заплатите. То есть проводя операции по карте, например, по рублевой, либо по валютной, либо просто расплачиваясь кэшем, например, за рубежом. Вообще за рубеж стоит брать наши деревянные, что называется, рубли или нет? Помогут они, спасут положение? Ну, в традиционных местах, конечно, принимаются рубли. Это же Турция, Египет, там все принимаются. Вообще, да, абсолютно нормально, без проблем. Вообще, 10 лет назад рубль стал свободно конвертируемой валютой, то есть уже 10 лет можно спокойно ехать с рублями за рубеж, и там ими расплачиваться. Вопрос, конечно, если вы приедете куда-то в экзотическую страну, конечно, там рубль, наверное, не примут. Правда, что некоторые платежные системы проводят деньги через несколько, так сказать, валютных операций. Ну, допустим, нам нужно снять евро, да, и вот сначала рубль конвертируется в доллар, уже из доллара в евро, и на этом мы можем потерять. Ну, это стандартная операция, то есть поскольку рубль, он как бы не котируется к большинству валют, вот, например, там, не знаю, израильский шекель, там, венгерский форинт, норвежская крона и так далее. То есть, по сути, как бы нет прямого курса, то есть все делается через доллар. То есть сначала, например, попадая турист там в Израиль, например, да, с рублевой картой, он идет в банкомат, он хочет снять, например, там, израильские шекели. Там тоже все через доллар. Конечно, то есть сначала рубль конвертируется в доллар, доллар конвертируется в шекель, и, соответственно, вам выдаются уже, ну, там, израильская валюта. То есть, по сути, как бы вы два раза переплачиваете. Опять же, мы же понимаем, что есть виза, есть мастер-карт, да, долларовая и евро. Тут каким образом тогда выбрать себе платежную систему, чтобы, в общем-то, не прогореть за рубежом? На самом деле, ну, как бы размер комиссионных у них достаточно стандартный, что виза, что мастер-карт. Может быть, у визы, ну, как бы распространение чуть большее, чем у мастер-карт. Вот. Нужно смотреть, наверное, на комиссию банка, который выпустил эту карту. То есть, комиссия в банках, она может отличаться. Может. Скажите, дорожные чеки, я понимаю, что это не особо актуально для российского туриста тема, вот. Но ведь наверняка у него есть какие-то преимущества. В других странах туристы используют дорожные чеки. Используют, но, вот, наверное, в России рассвет дорожных чеков был где-то, там, 10-15 лет назад. То есть сейчас это, да, действительно, ну, как бы используется. Ну, по сути, как бы, те недостатки, которые есть в нем, то есть, ну, во-первых, дороговизна, да. То есть гораздо проще, например, там, за рубежом расплачиваться по карте. Вот. И там, даже если вы карту потеряли, например, да, то можно достаточно оперативно ее восстановить. Либо попросить какой-то, вот, там, запас денежных средств в банке-партнере. То есть это, ну, достаточно все просто. Если резюмируем сразу же, лучше брать, получается, наличку и карту. Или лучше наличку, да? И то, и другое. Можно и то, и другое, да. Спасибо большое. Спасибо вам.